я вам рассказывал про свой друга который потерял огромный бизнес там рассказывал нет вчера рассказывал на другой лекции на другой лекции хотя что на это рассказывать смотрите мне есть один знакомый он очень богатым человеком был он строил свой коттеджный поселок он был в правительстве определенном округе в москве и так случилось что его обманули товарищ его обманул и забрал у него весь бизнес он остался без просто без копейки денег вот без всего осталось понимаете и как бы в результате встал на духовный путь начал заниматься духовной столько хороших событий после этого произошло и он остался благодарен в сердце за все что произошло этому человеку несмотря на то что он столько потерял но осадочек остался как есть анекдот такой еврейский как бы звонок такая женщина берет трубочку сара помнишь ты у нас гостях было помню но у нас в этот день пропало золотое кольцо она курит ну я точно не брала это золотое кольцо да я знаю что не брала мы его нашли но осадочек остался и степа ясна да ну вот осадочек остается осадочек остается вот у него там не золотое кольцо пропало целый коттеджный поселок и осадочек остался вот и он не значит с этим осадочком делать потому что нормальный человек не может жить с таким куском в сердце понимаете ни один нормальный человек не может жить когда он кого-то не простил он не может все найти место ему надо пройти простить или убить одно из двух вот ну он добрый человек решил простить но не может вот теперь смотрите что произошло вообще об этом забыл уже как бы он не простил живет он не помнит каждую секунду просто когда вспоминает он видит что не простил плохо становится вам не скучно нормально и он короче у нас каждое воскресенье проходят вот эти молитвы а мы там отрываемся по полной программе мы там громко молимся так громко включаем голос святого человека нас 50 человек мы там как эти как цыплята такие квакаем кудахтаем в общем молимся по полной программе два часа и сначала настройка идет потом дальше обсуждение мы все изучаем как чего пытаемся улучшить эту практику свою во время вот такой молитвы интересный много интересных вещей происходит одну из них я вам сейчас расскажу этот парень напросился к нам мы взяли хорошо ладно хороший человек может опять будет там в москве каким-нибудь шишкой поможет шутка шутка просто взяли потому что он сильно хотел просился вот мы взяли он сел все изучил начал молитву и тоже вместе с нами каретал два часа вот и потом такой мы его спрашиваем как ты чувствуешь он говорит ну вот я чувствую вот так ты мне вдохновение в сердце легкость я почувствовал концентрацию сильно мне хорошо потом такой раз я смотрю чуть человек удивлен чему-то я чувствую простил простил такой понимаете такой растет грустил несколько раз повторил ну то есть понимаете то есть он посидел на этом нашему ретрите то есть просто потреблю по с нами вместе погружался погружался а потом когда достаточно водички туда счастье пришло от молитвы достаточно она сама все и простилась там не хватало просто вот этой силы понимаете вот этой силы любви божественного света не хватало там внутри как только хватило сразу раз и все простилось все классно все он так больно пошел все больше ему не волнует эта тема кому-то есть вопрос вот на эту тему вот если у вас эта тема сейчас волнует все-таки может что-то непонятно поднимите руку спросить я готов ответить все понятно супер супер отлично возвращаемся дальше как повлиять на близких родственников и помочь им не страдать кто все понял как повлиять поднимите руку замечательно так микрофончик девушки рассказывать последовательно как повлиять на близких родственников чтобы они не страдали первое что дело не нужно молиться это понятно что нужно молиться у нас же последовательность событий должно быть ближе микрофончик что первое дело принимаем супер это вот во время молитвы мы это делаем да отлично так принимаем такими какие они есть что вот время приятия происходит устанавливается сначала спокойствие в сердце потом связь хорошая с этим человеком потом я чувствую что он нормальный с ним можно жить и такой уж пинчужка у других хуже бывает вот чувствую что нормально как бы пинчужка но свой родной вот появляется чувство что можно победить судьбу так дальше что происходит а дальше он уже все у него совесть начинает работать и дальше продолжаешь просто молитву продолжаешь продолжаешь и он уже как бы уже начинает по-другому себя вести и все меняется жизнь кто считает что на что-то не договорил у кого есть больше как бы что сказать у вас хорошо замечательно давайте дополните очень важно все подробно понять разобраться во все ну здравствуйте мне что забыли сказать что самое главное что понять что проблемы с родственниками это проблемы внутри меня и родственники это отражение моей судьбы молодец 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 да отвлечься вот они такие сякие плохие родственники я сажусь молиться чтобы они стали лучше нет я не за это да я не за этого сажусь молиться чтобы они стали лучше не надо научить родственников во время молитвы я сажусь молиться для того чтобы проблема от них пришла ко мне домой это моя проблема я чувствую что они виноваты во всем олег геннадьев сказал что я виноват но я этого не чувствую я начинаю молиться постепенно успокаиваюсь по отношению к этим людям и чувствую что бог мне дал какую-то трудность какой-то экзамен и мне его вот здесь сдавать не с ними вот не они их надо менять а вот здесь не в сердце надо просто улучшать свою чистоту сердце работает над своим сердцем понимаете пока вы молитесь за них ничего не изменится как некоторые говорят олег геннадь я молюсь чтобы он перестал пить без надега можно молиться хоть вечность ничего не получится как анекдот такой самолете летят люди он самолет начал полом падать и все господи помоги господь появляется так ребята я вас три года вместе собирал я думал вы раскаиваться будете а вы что-то кричите о помощи понимаете то есть но не тем занимаемся то есть понимать не тем занимаемся цель то почему бог наказал потому что виноват я вот смотрите простой пример я стою в углу я маленький мальчик я стою в углу да меня папа поставил в угол у всех такие ситуации в жизни были у всех ну то есть у меня тоже такая ситуация была я нашел порох у меня у друга был охотник отец своровал у него у отца патроны эти охотничьи мы их распотрошили там порох вот я начал там его поджигать на на этом на паркете ну и точечки характерные остались отец же сам тоже в детстве порох поджигал он знает что это такое он говорит где порох я говорю выкинул с балкона а порох у меня там запрятан в одном месте он говорит ну пойдем вниз искать пошли естественно там ничего нет какого пороха пришли назад говорит где порох я говорю ну ну не помню он говорит сейчас вспомнишь время интерьера сейчас вспомнишь я говорю я уже вспомнил и потом в угол меня поставил ну вот и я думал что же делать в углу теперь вот я стою в углу и когда выпустят непонятно вот я понял что в углу не надо просить выпустите меня из угла это самый безнадежный вариант я же психологические способности вот я понял что из угла не надо проситься это не поможет надо раскаиваться стоять и раскаиваться понимаете и то же самое та же ситуация вот муж пьет ну господи сделай так чтоб он не пил это что такое выпусти меня из угла стой дальше дорогой мой друг ты сам пил в прошлой жизни теперь ты наказан все за это ты и страдаешь не бывает страданий просто так всегда за что то мы страдаем запомните это поймите это так просто вы скажете олег иначе почему тогда мы не помним за что мы страдаем а в этом еще одна проблема проблема заключается в том что мы родились в такой ситуации что у нас даже памяти нет о том что мы там набедокурили знаете почему а потому что мы не переварим это все если сейчас вспомним поэтому нам бог по порциям и даем все что мы там набедокурили он по порциям дает чтоб мы потихоньку переваривали сразу все не сможем и память приходит процессе переварки понимаете и так вот эта идея что я пытаюсь помочь близким людям безнадежно я мне надо от нее отвлечься все проблемы начинаются в сердце и заканчиваются в сердце кто-то не понял еще этот момент все поняли поняли этот момент и чтобы она в сердце проблема вернулась чтобы я не думала что он виноват для этого тоже нужна молитва нужно молимся 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 как только я могу проблему переварить как только я справиться с ней могу с этого момента я считаю, что не он виноват, а я. Понимаете это или нет? Что тогда, когда вы справиться с проблемой сможете, вы уже не будете думать, что он виноват. Это называется принятие судьбы. Это значит, что мой алкоголик, мой алкоголик. И с ним можно жить. Поднимите руку, у кого есть близкий человек, он пьет. И вы почувствовали, вот теперь, понятно, что пьет, да, вы подняли руку, это понятно. А теперь вторая часть предложения. И вы почувствовали, что все, вы спокойно можете с ним жить. Поднимайте руку. Кто теперь вот это понял? Уже не все. Ага, а вот мужчина, давайте, мужчины редко у нас говорят, на втором и на третьем льду. Замечательно, расскажите, что вы почувствовали и как? Ну, я почувствовал... Вообще, я почувствовал, что это как бы моя проблема. Супер, супер! Клопаем! И они вам помогают сейчас, да? Все помогают. Ну, дальше, рассказывай. Как вас зовут? Евгений. Евгений, я так счастлив, что вы пришли на лекцию. Просто супер! Вот честно. Спасибо. Рассказывай. Ну, я... Потом я почувствовал, что как бы... Как зовут человека? Александр. Сейчас. Это мой брат. Я посмотрю сейчас на него, да. Ну, все, все нормально, да? Да, дальше что вы почувствуете? Он как бы стал тянуться ко мне и стал спрашивать, стал интересоваться, чем я занимаюсь. Это факт. Но еще кое-что в его жизни произошло. Вот смотрите, он просто принял его, понимаете, его вместе с проблемой. А сейчас я скажу первое, что произошло, чего он не говорит. Я потому что это убедил. У него появился интерес чем-то заниматься сейчас. Это так или нет? Ну-ка. Да. А что у него появилось? Ну, он у меня музыкальный мальчик, поэтому он решил себе купить синтезатор или что-то такое. Понимаете, первое, что он молитва сделал у человека... Знаешь, что такое пьянство? Это самоубийство. Это самоубийство... Это просто человек потихоньку убивает себе человеческую форму жизни. Я изучал это серьезно, когда я узнал в ведах о том, что когда человек пьет, он убивает себе человека. Он хочет родиться животным в следующей жизни. Я сразу недолго думая, так как я психолог, я взял, сфоткал глаза, потому что ум отражается, состояние ума отражается в глазах человека. Я сфотографировал глаза человека в состоянии полного алкогольного опьянения и глаза собаки. Крупным планом животного. Порекомендую вам сделать то же самое. Увидите один и тот же взгляд. Иногда у собаки умеет. Иногда у собаки умеет. Ну собака же к человеку стремится, а пьяница стремится к собаке. Так вот это самоубийство, понимаете? Когда человек пьет, он убивает себе разум. Убешается разумом. Почему вот это происходит? Потому что он не выдерживает трудности жизни в человеческом теле. У него нет силы жить, ему надо балдеть. Потому что животное тело предназначено для счастья. А человеческое для самосознания. Понимаете? Вот животные все живут в счастье. Собачки в своем собачьем счастье. Кто-то хочет выговориться, допустим. Сказать обо всех, о чем думает. Вот. Не хватает возможности. Пожалуйста, собачье тело гавкай на кого хочешь. Нет проблем. Никто не против не будет. Потому что ты имеешь право. Кто-то хочет расслабиться, допустим. Ну, очень напряженная жизнь. Тело то, что, пожалуйста, расслаблено. И так, и так. Никакой напряга нет. Все классно, все отлично. Некоторые особо такие отдаленные хотят, допустим, бегать нравится. Бегать им нравится. Пожалуйста, тело погну. Тюг-тюг-тюг-тюг-тюг-тюг-тюг-тюг. Бегаешь всю жизнь. Нет проблем. Набегаешься опять в человеческое тело. Самая высокая мечта, высота, высота, высота. Пожалуйста, тело птицы. Я, похоже, в одной из прошлых жизней был в теле птицы. Я так, знаете, во сне летаю. Чувак, хорошо, классно. Да еле эти лекции. Ну, ты уже говоришь, ничего не понимаешь. Тут хорошо так летишь, летишь. Летит, летит, летит поток усталый. Летит, летит и на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Мне кажется, там место для меня. Ну ладно, эта песня по-другому. Но не важно. Важно то, что вот животная жизнь предназначена для наслаждения. А человеческое для знания. Поэтому мы так страдаем, когда хотим балдеть в человеческом теле. Сдала экзамен, будь счастлива. Не сдала, сдавай. Итак, две вещи произошли. Первое. У него ушки открылись из благодарности к вам. Это значит, что знание уже скоро в его ушки начнет входить. Он очень скоро уже сам лекции начнет слушать. Это первое, что произошло. Второе. У него проснулась человеческая жизнь. Ему захотелось что-то делать, понимаете. Он купил там гитару. Вот это я то, что увидел, результат вашей молитвы. Дальше рассказывайте. Все. Я согласен, что пока все. Но это же здорово. Человек восстанавливается. Кто больше путь прошел, поднимите руку. Кто уже больше путь прошел с своим пенчужинчиком. Ну, есть? Вот, давайте расскажет. Вот девушка. Вон, 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 вон. Здесь, здесь же она. Ну что же вы? Как ее зовут? Ольга. Ольга. Вот какая она. Олег Геннадьевич, вы вообще так меняли бы судьбу. Я бы с меняла? Нет, это все Господь так действует. Я просто так. У меня была очень безвыходная ситуация. Но у меня безвыходная была с мужем. Ну, ты тоже. Ну, давайте, да. И что вы делали? Ну, расскажите, нам так интересно. А я бросил его. Ушла, чуть-чуть устала, да? Устала, устала. Не бросила, а пожила отдельно. Да, ну, мы уже давно бросили. Но судьба вернулась ко мне, потому что она должна была все-таки научить. И у меня стояли проблемы с сыном. И с сыном, когда эти проблемы начались так активно, это было просто вообще невыносимо. И я не знала, что мне делать. И вот, благодаря вашим лекциям я стала молиться. И? Что с сыном дальше? О-о-о. Ну, давай, давай, рассказывай. О, это означает объем работы. Она увидела объем работы. О-о-о, сыном. Я сначала думала, что это кто-то виноват, что вот вообще все это так плохо, что вообще судьба ко мне так повернулась. Дальше молимся. Потом я поняла, да, молилась, плакала. Потом я поняла, блин, да это же я. Я виновата во всем. Потом я стала так раскаиваться. Господи, позволь мне только не убить эту душу. Господи, я так виновата перед ним. Ну, почему я так себя веду с ним? Замечательное раскаяние. Вообще, вот просто такое раскаяние было. И потом я плюнула на всю жизнь. Слушайте, вам предстоит уже проходить по своей жизни все это. Не думайте, что вы избежите страданий. Мы сейчас самое главное решаем, главные вопросы в вашей жизни. Человек победил судьбу, слушайте. Дальше что произошло? Потом я просто плюнула на всю жизнь и думаю, ну, представь, у тебя нет этой проблемы, что все хорошо. И жили так, как будто бы у тебя все хорошо. Отвлеклась от проблемы. Да. Отвлеклась от проблемы. То есть, видите, она поняла, что вот погружаясь в нее, не победишь судьбу дальше. Не победишь. Вообще бесполезно, я что только не делала. Дальше что? Ну, отвлеклась. И все, и как только я отвлеклась, и все, и само все. Молитва, молились дальше? Конечно. И что дальше происходило с ребенком? А все само просто, само просто все. Что происходило дальше? А все хорошо, он вообще перестал этим заниматься, и вообще и работает, и счастлив. Теперь дальше на мужа переключаемся, душевой. Ну, это естественно происходит и сейчас. Что с ним происходит теперь? Он тоже перестал пить. Вы вернулись к нему, нет? Нет, там же у него другая жена, я за него молюсь, да. Она за одной и другой жене помогла. Они очень счастливы, да, я очень счастлива за них. Все, видите, вот она так побежала. Перемины, и у моей дочери тоже семья, и все, благодаря вам. И там, и мясо люди называют. Да, надо ей подарить ситочек, чувствую, что она что-то меня упрославляла. Не вам, а ей передам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец, а мама, молодец. Вы замужены или нет? Нет. Готовьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну-ка встаньте. Да, да, да. Видите, какая хорошая? Она и вас тоже победит. Вот замуж ее берите. Кто чувствует, что надо хорошую жену, вот садитесь. Кто-то найдется обязательно. Я Богу сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как вы думаете, вот что меняет жизнь на самом деле? Вот от чего жизнь меняется? Молитва – это просто слова. Понимаете? А? От знания. Нет, не от знаний. От нашей славы. Знания – это следствие, результат. Это изменение на тебя. Связь со святым. Правильно. Но есть сила, которая меняет все. А вы ее не знаете, наверное. Поэтому не говори. Да? Смирение. А? Нет. Но знание меняет отношение к миру. Есть сила, которая все меняет. А вы не знаете, что это сила. Как она называется? Смирение. Любовь. Любовь она называется. Любовь. Запомните это. Только любовь может все поменять. Только любовь. Не смирение, не знание, не терпение, а любовь. И что такое святость? Это сияние любовью. Кто такой справедливый? Молодец. Человек. Кто такой святой человек? Человек, наполненный любовью. Мать Терезы, кто такая? Это та, кто наполнена любовью. Ищите любовь. Ищите любовь. И это в этом суть вся. Понимаете? Когда... Что такое любовь? Любовь означает принятие. Четыре стадии любви. Четыре стадии. Запомните. Девушка не полонела, что такое любовь. Она говорит, в чем же тогда любовь заключается, если меня с ними в счастье нет? Первая стадия принятия человека. В это время вы еще не счастливы. Просто приняли, вы движетесь к счастью. Принятие человека первой стадии. Это все с помощью любви делается. Энергии любви. А любовь исходит только от Бога. А мы, когда ее наполняемся ей от Бога, мы можем другим давать. Потому что есть еще противоположность любви. Это то, что разрушает жизнь. Это называется вожделение или желание быть счастливым. Запомнили, да? Вот это то, что разрушает жизнь у человека. Есть еще желание служить или настоящая любовь. Она нам недоступна. У нас нет ее. Мы нищие по отношению к ней. И поэтому, когда человек поется, со святыми контактирует, то в это время он наполняется любовью и отдает ее. Наполняется, отдает. Первая стадия принятия. И что-то не так говорили? Все нормально? Вторая стадия. Начинают появляться признаки чистоты. Сердце отражает у человека. Сердце чистота в нем. Не судьба, не то, что нас мучает. Там он пьяница, еще. А из его сердца чистота начинает появляться. И в это время я начинаю его уважать. Уважать. Уважение – это вторая стадия любви. Третья стадия любви – это верность. Когда ты видишь, что он старается, он начинает меняться, он плачет. Как у меня отец сейчас плачет. Говорит, я такой несчастный, я всю жизнь пил, не слушал своего сына. Почему же я так живу? Он страдает сейчас, и верность у всех к нему проявляется, верность. Чувство вот такой вот верности, что человек уже встал на правильный путь, у него душа проснулась, она начала жить активной жизнью, правильной жизнью. Четвертая стадия – искренность. Вот это стадия, в которой люди уже, как две души вместе, гармония наступает. «Серебряные свадьбы, негасплачий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». Понимаете, гармония, искренность между людьми – это уже победа над судьбой. Это уже все, это победа. И люди, которые так победили судьбу, они могут и в следующей жизни до высшей планеты быть вместе. Понимаете, они уходят друг за другом дальше, в следующую жизнь. Чего вам и желаем в нашей жизни. Итак, мои хорошие, мы с вами немножечко изучили глубже тему. Сегодня у нас был боевой день такой, мы прорывались в бои, вот, и мы победили на самом деле под конец. Все у нас получилось, все оказалось хорошо. И сейчас, хоть нам и тяжело, хоть мы и потрудились очень сильно, сейчас в конце у нас еще одно пожелание всем счастья. Вы готовы, да? Раз, два, три, раз, три. У меня есть удивительная запись. Есть один человек, он живет в Индии до сих пор. Он собирает по 40 тысяч человек, по 50, огромные площади, места. То есть этот человек, он не зарабатывает деньги, люди приходят бесплатно. И он, я, кстати, тоже не зарабатываю деньги. Вот эти деньги, что мне дают, я отдаю на развитие ведической культуры в России. Я не беру себе ни копейки. У меня до сих пор даже нет своего жилья. Я живу просто в съемной квартире там и так далее. Ну, чтобы вы не сомневайтесь, у меня нет ни машины, ни квартиры, ничего. Я живу для вас. Чтобы вы знали, что я не живу. Итак, этот человек, он очень глубокий. Он реально, то есть люди плачут на его вот этих вот... У него не просто концерты, он поет и поет о Боге и об отношениях с Богом. И вот одна из песен, она очень примечательна в этой связи, потому что в ней как раз говорится о том, о чем мы говорим в целую лекцию, что он поет только через любовь. Можно победить свою судьбу только через любовь. Там на хинде любовь означает кама. Камли означает камли кои. Кои означает только, камли означает через любовь. Камли кои, только через любовь. И потом припев камли, шямли, камли. А шяма это имя Бога. То есть он поет, что только через любовь к Богу, только через любовь можно победить свою судьбу.